Наш прекрасный, чудесный парк исторический, который охраняется ЮНЕСКО И в нем много истории, жизни, жителей и обитателей, которых мы подчас с вами не видим И мы начинаем историю от открытия вот таких стендов информационных, чтобы вы их знали, узнавали и любили Ежегодно 1 апреля в нашей стране отмечается День птиц Этому событию было посвящено открытие информационного стенда в парке Дубки На нем видны те виды пернатых, которые в парке обитают Наведя свой смартфон на QR-код, можно услышать, какие звуки издает та или иная птичка Кого слушать будем? Сороку? Давайте сороку Сороку Барлёна Лягушку Сегодня в парке Международный День птиц Это событие, мы долго думали, как его отметить, как сделать так, чтобы люди узнали больше про птиц Не только в этот день, но и регулярно приходили, гуляя, подходили, может быть, к стенду И так родилась наша идея, мы подготовили стенд, но он непростой, он с заданиями То есть детки могут и взрослые также подойти, почитать что-то для себя интересное Также навести телефон на QR-код и послушать пение птиц И кроме того, все эти птицы обитают в нашем парке Немногие всех птиц видят, немногие, конечно, знают, что они у нас обитают И, конечно, не нужно в их жизни есть Но если вы увидели, вы должны знать, что можно, а чего делать нельзя Сегодня была также орнатологическая прогулка И Диана Витальевна Пальц рассказывала всем гостям, всем пришедшим О птицах, также обитающих, о их повадках, о том, как они, о прилетающих сюда Потому что сейчас весна и 1 апреля, не случайно выбран международный день птиц 1 апреля отмечается событие такое, что перелетные птицы возвращаются к нам домой Многие сестреричан часто гуляют по парку дубки Но мало кто знает, какие именно птицы в нем обитают А там есть и довольно редкие виды Самое интересное, например, черный дрозд у нас обитает Также черный дятел Многие знают сородниче обычного дятла А вот про черного дятла знают не все Обо всех этих птицах и редких в том числе можно узнать на нашем стенде СО, кстати, обитает в парке дубки Конечно, редко кто может их увидеть, но, тем не менее, они здесь обитают Птицам надо где-то перекусить и переночевать И этим вопросом тоже занимаются сотрудники парка дубки Более того, для маленьких посетителей парка был устроен мастер-класс по изготовлению жилья для пернатых Сегодня у нас также проходит мастер-класс И все желающие, все пришедшие сегодня после нашего парка Могут смастерить сами скворечник для птиц И надеемся, что в этих домиках совсем скоро будут обитать птицы Скворечников очень много, ежегодно они обновляются И наши службы тщательно за этим следят За тем, чтобы и деревья не травмировались И чтобы и птицам все нравилось Есть свои нюансы по изготовлению скворечников И все кормушки, если вы обратили внимание на территории, они разные Они соответствуют разным птицам То есть где-то узкая окошка, где-то пошире Где-то там препятствия большим птицам То есть чтобы и маленьким было место, где покушать И также большим птицам То есть если в эту тему углубиться То вы поймете очень много нюансов Поэтому посещайте наши занятия Ходите на наши прогулки И будете также знать обо всех этих нюансах